В эфире телепередача Репост. Сегодня я, Лина Шахова и мой очаровательный соведущий Александр Крайнов. Мы расскажем вам обо всех новосях интернета, волновавших не только нас, но и нашу широкую интернет-общественность. Начну, пожалуй, с новостей из Перми. Сотрудники кафедры речевой коммуникации Пермского университета ПГНИУ разработали фильтр. Очень большой фильтр какой-то, наверное. Что этот фильтр будет делать, как ты думаешь? Ну, что-то фильтровать явно. Он будет не только фильтровать, но и по звенью разработчиков научиться помечать в тексте противоправные высказывания. Какой умный фильтр. А в будущем сможет их удалять экстремистские оскорбительные высказывания, содержит около 26% комментариев в сети интернет. Конечно, знаешь, пользователи заинтересовались, а по каким критериям будут фильтроваться-то вот эти самые экстремистские высказывания? Потому что то, что тебе кажется экстремистским, другому человеку может показаться абсолютно таким логичным и нормальным. Поэтому этот фильтр должен быть очень умным, разумным и очень грамотно все отмечать. Вот, например, есть некоторые комментарии. Да-да, а потом без суда и следствия на основании заключения фильтекс, так он называется этот фильтр, будут в тюрьму сажать и штраф выписывать. Но если машина так считает, раз она такая умная. А вот некоторые находят вот в этом даже некий вот способ ограничить интернет от заявления о том, что его надо сделать каким-то, я не знаю, там, цензурированным. Если будет доступен такой бесплатный инструмент, то все предложения запретить интернет за экстремизм можно будет посылать лесом. Мол, детям на планшеты и ноуты, ставьте эту утилиту и вперед. Ну, в принципе, поставили, да, и дальше можно не беспокоиться. Но о чем можно беспокоиться, так это об анонимных жалобах. На что? На все, на сайты, например. Роскомнадзор нам о чем сообщил, что сайты, запрещенные информацией, на которые поступают жалобы, они будут эти жалобы обрабатывать, собственно говоря, все, без разбора. То есть анонимные? И анонимные, и неанонимные, да, и вне зависимости от количества поступивших жалоб. Слушай, наверное, у Роскомнадзора очень много сотрудников, которые готовы работать днями и ночами, обрабатывая анонимные жалобы. Наверное, Роскомнадзор, он огромный, поэтому он может внести в себя такое количество сотрудников и обработать все жалобы. Ну, собственно, что по этому поводу пишут? Если нет авторизации, то заспамить жалобами вообще не проблема, даже не для продвинутых юзеров. Товарищи не хотят авторизации, значит, жалоб будет очень много. Это много никто не считать и не будет. А вот товарищ Хутор решил, знаешь, такой механизм разработать, как обычно, насолить своим конкурентам по бизнесу, например. Обычно вначале пишутся нужный комментарий на сайте или ссылку кидают, а потом пишут жалобу, что на сайте присутствует уже как повод для того, чтобы заблокировать, например, неугодный ресурс. Ну да, наверное, поток жалоб будет неограниченным. А вот следующая новость поступает к нам из социальной сети Одноклассники, в которой, я так понимаю, не очень популярна. Слушай, она все еще существует. Ты не поверишь, она все еще существует, и в ней все еще промышляют педофилы. Это ужас. Это ужас. С 1 ноября педофилу будет сложнее вести свою педофильскую деятельность в этой социальной сети. Это очень хорошо. Я рада, что педофил пограничат. Вот если ты педофила, захочешь написать 14-летнему ребенку, то твое сообщение просто к нему не поступит. 14-летним пользователям социальной сети могут писать только те, кто у них в друзьях, то есть, соответственно, это их родители или учителя или еще. Ну, то есть, мы опять же обезопасиваем детей от... И смотри, еще интересно, вот в Одноклассниках есть тоже социальные функции, как что-то залайкать, да, вырастить интерес, там, фотографии. То есть, вот от пользователей, которые не в друзьях у этих детей, просто не будут поступать. А то, знаешь, кто-нибудь тебя залайкает, а ты, здравствуйте, дядечка, а он все, я педофил. Здравствуйте, а он на самом деле не просто дядечка. Собственно, Мосяка говорит, пора уже в Госдуме подумать о запрете детей, а то столько проблем за них в государстве существует. Ну, вот как-то так. Ну, детки будут у нас защищены, но также очень интересно, что новая почта, которая, точнее, не новая почта, а новый интерфейс выпустил Яндекс. Именно для служебных целей сам интерфейс будет ограничен от рекламы и от различных таких отвлекающих внимания оформлений. Ну, собственно, что про это пишут? Ну, очень серьезно пользоваться почтой почти через веб-интерфейс, особенно для корпоративных пользователей. Заодно еще и ВКонтакте глянуть. Ну, то есть пишут, что несколько нелогично, но все-таки во всех серверах организациях обычно какой-то сторонний почтовый сервис. Ну, в любом случае, Яндексу можно только позавидовать, что они делают какие-то шаги вперед. Также можно позавидовать и нашим блогерам самарских, о которых Лина подготовила сюжет. Давайте посмотрим его. Самара.ру. Самара-рушечка. Великое самарское же сообщество, созданное 14 июня 2002 года, занимает 194 место в общем рейтинге сообществ. На сегодняшний момент в нем состоит более 4 тысяч блогеров, которые разместили там 24 тысячи записей. Блогеры Самары. Чем они хороши, полезны, о чем пишут, что обсуждают. За каждой аватаркой человек интересный, неординарный, творческий, пишущий и фотографирующий. Блогеры. Они днями и ночами рассказывают миру о том, что происходит в нашем городе, стране и мире. О том, что их волнует и заботит. В блогах можно найти все. Крики души, просьбу о помощи, запечатленные моменты радости, новости, события, кулинарные рецепты, советы, путешествия по крышам, встречи с мэром города, обсуждения насущных проблем Самары, способы их решений и многое другое. Самарские блогеры. Они знают каждую ямку, каждую лужу, каждый забор. Они бывают практически на всех мероприятиях города, обсуждают идеи, людей, события, могут найти ответ на любой вопрос. Блогеры Самары показывают нам мир, каким они его видят. Они всегда стоят на страже порядка и беспорядка города. Среди них есть знатные тролли, которые добавляют остроты и пикантности многим обсуждениям. Многие лица нам хорошо известны, некоторых мы не видели никогда, но мы точно знаем, что они лучшие. Блогеры следят не только за тем, что происходит в городе, но и за природными явлениями. Как, например, за тем, как у нас быстро темнеет в городе. Это, кстати, очень актуальная проблема, ее постоянно обсуждают и возвращаются к теме того, что очень рано темнеет, что время у нас в Самаре какое-то не такое. Ты нормально выходишь с работы, когда темно темно? Нет, я выхожу с работы уже темно, я не представляю, что будет 22 декабря, потому что именно с этого дня лишь день начнет расти. Мне кажется, что будет просто какая-то жесть полнейшая с этим связанная. Но очень наш известный блогер написал пост по поводу того, что он провел сравнение, во сколько темнеет в Самаре, во сколько темнеет в других городах, не только России, но и стран Европы. И оказалось, что в Самаре темнеет раньше всего. По сравнению вообще со всеми городами, не только с российскими. Он так и назвал свой пост. В Самаре темнеет намного раньше, чем в других городах РФ и мира. Поэтому, собственно, провелось все эти сравнения, и вот что об этом пишут. Зато светает раньше всех, и поэтому показатели Самары круче всех среди всех городов-миллионников РФ и даже мира. Ищите во всем позитив. А вот другой блогер пишет, что нельзя сравнивать чисто по абсолютному показателю, когда заходит солнце, потому что города, расположенные на разных широтах, соответственно, световой день у них длится разное время. Что тоже верно. Что тоже верно. Говоря о фонарях, все-таки нельзя заметить, что за последние несколько лет их количество в городе неуклонно растет. Это не может не радовать. Особенно за последние два года. Особенно за последние два года. Так вот, растет их не только количество, но и качество, замечает пользователь Смакин. Вы уже обратили внимание на то, какие красивые фонари ставят на полевой? Обратила ты? Я еще не успела обратить, но некоторые пользователи пишут. Лелик, например, лепотат какая? Да, фонари знатные понавкопали, пишет Инбурден. А, кстати говоря, Фроу Веселый в сквере Калинина такие же поставили. Он отмечает, что тоже нашел фонари еще. То есть не только центральные районы, но и Бесемянка у нас преображается. Совершенно верно. Но при свете лучше не только гулять, но и есть. И одна из наших пользователей, Лада, она написала следующий пост. Икра красная, заморская, не на всякий вкус. Не на всякий вкус. На днях она купила баночку красной икры, решила ее дома открыть, съесть, наверное, бродик. И прям вот ложкой столовой нахапать. Может быть, что-то, в общем, как-то ее испробовать, вкусить вкус. Но ей очень она не понравилась. Она казалась, что слишком ее вкус соленая, то есть абсолютно не соответствующая ее вкусовым предпочтениям. И она отдала ее на экспертизу. Экспертиза показала, что икра-то, в общем-то, нормальная. Но она спрашивает, а вообще, вы отдавали ли когда-нибудь продукты, которые вам не подошли на экспертизу? Ты отдавал когда-нибудь? Нет. Ты занимался этим? Экспертиза стоит 500 рублей. Мне кажется, весь смысл поста был показать, что Лада все-таки часто покупает икру и в ней разбирается. О чем не припоминание, патрулить пользователя живого журнала. Что она очень серьезно относится к качеству продукта. Но, собственно, пишут, что ну и проблема у людей не понравилась, выкинь. Ну, потому что экспертиза стоит 500 рублей, а баночка икры 340. В то время, пока Лада наворачивает столовую ложку икру, некоторые пользователи наблюдают за тем, как меняется к лучшему Самарская набережная. Старая новая набережная. Старая новая набережная. Была старая, стала новая. Потому что работы по ее реконструкции завершились буквально недавно. Там плиточка появилась такая с интересным узором. Там вообще очень красиво. Скоро будет, так понимаете, торжественное открытие. И я еще одним глазом, когда она была незакончена, прогулялась там, посмотрела там очень здорово, на самом деле. Но пользовательный институт фонтан-то Парус восстановлен на Ленинградской? Вроде как. На набережной он восстановлен. Ну, я думаю, когда будет открытие, мы все туда пойдем и тоже с фоточками выложим отчеты. Потому что как же без этого? Блогер некто Я написала, хорошо, чистенько, приятненько, понравилась ей набережная. Ну, главное, когда оцениваешь новую набережную, не стоит терять голову, как сделал герой нашего следующего видео. Недавно был Хэллоуин, и мы с Сашей подготовили очень интересное видео для вас. В котором уличный волшебник Рич Фергюсон делает такой необычный фокус на улицах своего родного города Сен-Луиса. Такой фокус-фокус головой. Знаешь, как отмечается в комментариях к видео на Ютубе, если этот фокус днем еще смотрится, ну, вот, какая-то забавная шутка, то ночью можно вполне себе напугаться. Ну, еще бы, когда такое чудо бродит по улице в темноте и теряет голову. А ты часто терял в жизни голову? Ну, нет, голову никогда не теряла. А я вот недавно потерял мобильный телефон. Ну, не будем о плохом, а скорее о том, что недавно был Хэллоуин. Очень классный праздник. Ты его отмечала? Я его не отмечала. Как ты считаешь, Хэллоуин это вообще праздник русский? Его стоит вот в этой стране отмечать? Это не русский праздник, но почему бы и нет, это весело. А как лучше напугать друзей? Вот если не терять голову, то что можно потерять? Можно потерять, например, честь. Не будем терять честь и вам не советуем. Ну, с Сашей мы точно голову не потеряем, и она у нас точно останется на плечах. А если даже и потеряем, то вернуть все потерянные знания нам помогут современные мобильные сервисы. Какие, например? За эту неделю я готовить к программе, исследовал технологии для того, чтобы опознать любую песню. Вот ты слышишь, например, песню, вот едешь ты в каком-то общественном транспорте, идешь по торговому центру и слышишь что-то, что тебе кажется таким приятным. Ну, как узнать, что это и поет? Далеко не будем ходить, буквально недавно, даже не в транспорте, а дома. Я услышала какую-то песню, побежала с микрофоном к этой динамику, чтобы послушать эту песню, чтобы ее записать, чтобы потом где-то ее найти. Вот смотри, все намного проще. Не надо не производить никаких действий. Достаточно просто взять свой мобильный телефон, запустить приложение, например, Track ID или Shazam, что, в принципе, аналогичное. Пользуют разные базы для опознавания аудиофайлов. И ты уже буквально секунд за 15 сможешь узнать, что это играет. Ну, как она работает? Она работает на опознавании, видимо, битов или еще чего-то, сравнивая структуру с какими-то отпечатками, которые сохранятся в базе данных. Ритмов и мотивов? Ритмов и мотивов, наверняка. Ну, конечно, если ты захочешь узнать, насколько ты близка к голосу Пугачева, испев какой-нибудь из ее композиции. Ну, может быть, я очень на нее похожа, она определится. Даже если ты очень на нее похожа, у тебя не будет похожа аранжировка и, соответственно, музыкальное сопровождение. Так что вряд ли он тебя опознает. То есть все-таки нужны оригиналы? Нужны оригиналы. Ясно. А о чем еще? Ты успел узнать? Я успел еще узнать, что если, например, ты хочешь узнать, что это за предмет перед тобой, ты можешь воспользоваться сервисом Google Гоглс, поскольку он позволяет мобильным телефоном, сфотографировав любое изображение любого человека, любой предмет, узнать, к чему он относится. То есть он определяет его как-то, да? Он определяет, он отправляет фотографии на сервера Гугла, где в дальнейшем происходит обработка изображений. То есть если я тебя вдруг не узнаю, я могу тебя сфотографировать и там все. Смотри, дело в том, что я еще не настолько все-таки известный, например, как и Осип Сталин, который уже есть в базе и фотографии которого легко определяются. То есть, соответственно, после чего можно уже будет производить поиск в Гугле, он определяет автоматически, кому принадлежит этот портрет. Ну, соответственно, а если это стол с четырьмя ножками, то он отнесет это к категории столы, наверное, и напишет тебе, что это стол. Да, а если ты хочешь, чем интересен этот сервис, то сейчас происходит наполнение базы данных, и ты можешь, например, фотографировать себя в разных ракурсах и добавлять туда с пометкой, что да, я Лина Шахова. И в дальнейшем, через сколько-то лет, месяцев, тысячелетий, сервис может безошибочно опознать тебя среди прочих других лин. А еще я слышала, что есть подобный сервис, который относится к нашим созвездиям и звездам. Да, да. Этот сервис называется Google Sky Map, позволяет тебе при помощи мобильного телефона, используя датчики положения, используя твое место, положение, непосредственно координаты, опознать, что ты можешь видеть сейчас перед собой на звездном небе. То есть такой своеобразный планетариум, который при перемещении мобильного устройства позволяет отобразить данный участок звездного неба, куда направлена камера. Слушай, очень здорово. А это просто в обращении? То есть каждый сможет этим воспользоваться? Конечно, это просто. Для этого необходимо иметь любой современный мобильный телефон на операционной системе Android. Можно узнать, например, где сейчас луна, вот если ты не помнишь, как она выглядит. Как она выглядит, да. Если я не могу найти ее, может быть, на небе там искать. Найти большую медведицу и даже узнать солнце. Это очень попытано по ночам узнавать, где солнце, потому что оно обычно где-то всегда под ногами. Но где точно под ногами, ты сможешь узнать при помощи этого сервиса. Замечательно. То есть людей мы определить сможем, звезды мы найдем и даже музыку сможем послушать. И даже послушать музыку. Ну а как, например, подать заявку для регистрации брака при помощи интернета и современных технологий? Лина сделала небольшой материал, который мы с вами сейчас и посмотрим. Сезон свадеб закончился? Отнюдь. Для любви нет преград. И вне зависимости от времени года влюбленные пары выбирают себе даты, чтобы создать ячейку общества. Сегодня самый удобный и быстрый способ поиска и выбора даты для официального оформления отношений через интернет на социальном портале государственных и муниципальных услуг. Для того, чтобы сделать этот ответственный и серьезный шаг, вам необходимо зайти в раздел «Регистрация брака», где вы найдете подробную информацию о порядке подачи электронной заявки на заключение брака, а также о том, какие документы вам необходимо будет предъявить в отделе ЗАГСа, если подать ее у вас не получится. Так, заявку можно подать не ранее, чем за три месяца до выбранной вами даты заключения брака, но и не позднее, чем за два ранее таковой. Продолжение следует...